Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня будем говорить о рисунке складочек, драпировочек, вообще как это все делать. Я знаю, что большая-большая есть проблема, они понимают люди как и что. Давайте нарисуем несколько базовых примерчиков, я хотя бы покажу, расскажу. Возможно, станет более понятно. Я, конечно же, рекомендую порисовать с натуры, чтобы посмотреть, как это все происходит. Повесить ткань, потому что все ткани, они по-разному драпируются, все по-разному происходит. Но давайте хотя бы базовое что-то нарисуем с вами. Я взяла перо, нарисовала просто прямоугольничек и сейчас буду рисовать, все сейчас признают, такую вот волнистую штучку. Все наверняка видели, думают, ну вот это мы уже все знаем, это мы все проходили. Ну вот мы ее нарисовали, что с ней дальше делать? Вот давайте мы ее и нарисуем. Вот так. Вот так. Сюда она пойдет вот так. И сюда. Вот такая штука у нас с вами получилась. На что-то более-менее похоже, но вроде не оно, да? Вот сейчас и будем смотреть, как это дорабатывает, что с этим делать и как из этого делать красоту. Сейчас я немножко его расширю, немножечко углублю и немножечко угол отодвину. Ну это я просто декором занимаюсь, давайте скажем так. Это вот у нас с вами и будут те мягкие складочки, которые могут быть. Видите, вот эта вот точка, это точка перегиба ткани. И от этой точки у нас обязательно должна быть с вами обозначена линия. В зависимости от того, насколько жесткая складка, вот здесь она будет либо приходить туда, либо не приходить. Вот смотрите, я просто обозначила линию. Это линия. Это замкнутый объект, вот это вот, это замкнутый векторный объект, а это линия. Смотрите, как это просто рисуется в программе. Здесь тоже, видите, есть вершинка и тоже есть точка. Можно ее чуть-чуть подогнуть, эту линию, слегка изогнуть. Она тогда не будет такой прямой и будет смотреться более мягко, более художественно. То есть она чуть-чуть изогнута. Здесь тоже есть точка и чуть-чуть изогнута. Вот смотрите, вроде все сделали, все равно как-то смотрится вот не очень. Во-первых, эти линии не должны быть такими топорными. Мы можем их сделать потоньше и мы можем им придать какой-то более волшебный вид. Хотя в данном случае, именно в данном случае, они могут быть достаточно толстыми. Не обязательно должны быть прям вот такими тонюсенькими. Есть линия треугольник, да? Когда у нее толстенькое основание, вот и тоненькое. Вот хорошо они сюда встали. Что у нас не хватает? У нас вот эти места с вами не заполнены. Потому что складка, когда идет, она идет сюда. И вот здесь у нее тоже есть кусочек. И вот эти кусочки нужно дорисовать. Вот он кусочек. Он никуда не делся, он там должен быть. Без него получается неполноценно. Вот мы дорисовали вот такой кусочек. Смотрите, насколько по-другому начало смотреться. Убираем его на задний план. И можем ему дать чуть-чуть оттенок потемнее. Серый. И вот он сразу ушел. То есть смотрите, цвета тени я особо здесь никакой не рисую. Я просто показала, что эта часть, она чуть-чуть сзади. То же самое дорабатываем и для других. Вот так наверх она будет уходить. И сюда. Попробуйте за мной повторить, если совсем не получается. Просто попробуйте повторить то, что я показываю. Вот она. Вот здесь немножечко я точку не довела. Убираем на задний план. Тогда она у вас сзади остается, нормально себя ведет. И здесь то же самое. То есть сюда. Даже если вы жестко не попадете в линию, ничего страшного в этом нет. Мы просто убираем на задний план. И таким образом она у нас уходит. И хорошо смотрится. Лонтаж на задний план. Либо это может показать, что там у нас какая-то изнатка. Она немножечко по-другому себя ведет. И вот здесь, вот здесь вот хвостик. Он тоже у нас будет хвостик. И он тоже будет вот так висеть. Чтобы было красиво, мы убираем на задний план. И немножечко наверх. Тогда линия прям аккуратненько войдет. И сделаем единичкой. Здесь у меня чуть тоньше линия, а здесь единичка. Вот посмотрите, какая штучка получилась. Вот эту линию можно еще чуть-чуть подогнуть. Чтобы было ощущение, как будто она подгибается. И потом из-за этого подгиба вот так вот вступает. Вот такая же мягкая, она упругая. Вот таким образом она у нас с вами висит. Может быть покороче, может быть подлиннее этот хвостик. Можно повесить и сделать. Вот это базовая такая волна. Как видите, ничего сверх особенного здесь нет. Я думаю, что это многим доступно нарисовать. И на юбках она будет смотреться точно так же. Вам нужно нарисовать просто вот этот кусок. Если она у вас начинается. Давайте попробуем нарисовать более сложный пример. Например, когда у вас юбка. Например, складка бантовка заложена. То есть одна центральная. И от нее потом расходится. Как это будет все смотреться. Здесь главное просто все аккуратно нарисовать. Рисовать я буду от центральной складочки. То есть вот она центральная. Вот такая штучка. Вот так. Вот. И смотрите, от нее пошел сюда. Сейчас я в одну сторону нарисую, потом в другую. То есть, соответственно, вот здесь у нас нахлестик есть. Сюда вот она переходит. Точку неправильно поставила. Поэтому по точкам тоже аккуратно смотрим. Здесь требуется чуть-чуть вашего внимания. Чуть-чуть вашего усердия такого. Чтобы оно все получилось так, как должно. Продолжаем то, что мы здесь рисовали. То есть я одну часть нарисовала. Неудобно прям совсем. Можно, конечно, симметрично сделать. Давайте покажу, как пример симметрично сделать. Кстати, хороший вариант. Чтобы у нас получилась симметрия. То есть мы сейчас нарисуем одну сторону, а потом ее полностью раззеркалим. И будет симметрично. Как раз на бантовку хорошо подходит. Вот такая вот зюг-язяка получилась. Что с ней сделать, как из нее сделать складочки? Ну, во-первых, мы можем это все погладить немножечко инструментом складывания, чтобы вот здесь все было мягенько. Вот. Принцип точно такой же. Мы берем вот эту точку, она идет наверх чуть-чуть. Если мы ее подгибаем, то все у нас хорошо. Специально нарисовала так линию. Смотрите, она, видите, загибается сюда. И для того, чтобы нам потом это в заливку ушло хорошо, нам, естественно, нужно здесь нарисовать контур. Замкнутый. Ну, в данном случае мы можем его не рисовать. Но, в принципе, поскольку это внутренняя часть, то лучше вот так приблизить. Взять и прямо вот, опа, опа, вот так вот сделать. И увести на задний план. Монтаж на задний план. Сделать чуть-чуть более серым, как мы делали в предыдущем случае. Так, вот здесь у нас линия. Если она вот так одна под одной. Смотрите, сложный пример, да? Ну, как сложный. Просто вот если вот так. Так может быть, так может быть. Спокойно. Соответственно, эта линия будет уходить туда. Вот она вот так будет упираться. Абсолютно нормальная история. Здесь тоже будет история, то, что эта линия уходит туда. Я не знаю, во что она придет, но она может прийти в пояс юбки, например, либо в рукав какой-то прийти. Здесь у нас с вами, как был принцип, так и остается. Ну, помятую предыдущую, да? Тоже вот эти места мы с вами зарисовываем. Вот так вот аккуратненько приблизить поближе и зарисовать. Помещаем тоже на задний план. Оно не должно у нас вперед выходить. Монтаж на задний план. Утащили туда еще и линию. Линию надо вытащить вперед. Не обязательно на передний план, но вытащить просто вперед. Здесь тоже вот у нас получается штучка, которая требует внимания. Вот так. 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 И вот так. Вот сделали. На задний план. Если чувствуете, что вот здесь, смотрите, у меня линия некрасивая, она на заднем плане находится, мы ее туда сейчас вот так вот поместим. Вот. И вот здесь еще не хватает линии. Я стараюсь максимально попасть, насколько это получается. Вот так. Можно, конечно, методом вырезания сделать абсолютно идеально, но в данном случае не вижу смысла прям так переморачиваться. Что случилось? Монтаж на задний план. Так. И вот здесь мы контур белый убираем. Смотрите, вот эта штука мы можем ей дать белую заливку, а можем не давать. Потому что если мы не даем, то то, что мы туда на задний план убрали с заливкой, видите, как контур не очень хорошо смотрится. Вот. Поэтому сейчас я дам заливку. Вот так. Белую. В основу. Вот. И все стало красиво смотреться. А это у нас с вами получилось. А вот эти линии мы можем даже особо не перенастраивать по какому-то профилю. Можно сделать просто чуть-чуть потоньше. Либо 0,7, либо 0,5. Чтобы было понятно, что они не остальные. Теперь берем с вами то, что получилось. Инструмент зеркальное отражение. Ставим на центр. Начинаем вращать. Нажимаем кнопку Shift. Нажимаем кнопку Alt. Удерживаем кнопки. Сначала отпускаем кнопку мышки. Потом отпускаем кнопки клавиатуры. Получаем вот такую красоту. Вот. Теперь это все вместе можно слить. Окно. Обработка контуров. Сливаем. Куда все пропало? Ничего никуда не пропало. Вон оно там внутри. Просто вот этот объект вышел вперед. Правой кнопочкой мыши. Монтаж. Переложить назад. Вот сейчас оно будет все всплывать. Либо можно нажать Ctrl. И квадратная скобочка, либо буква Х русская. Вот она нам туда это все убрала. Если нам мешает верхний контур или вот этот контур, что мы можем сделать? Мы можем, например, вот так взять, отрезать и вот эту линию убрать, чтобы она нам не мешала. Заливка останется при этом. Такой вот способ. Вот такая складочка у нас получилась. Вот мы, смотрите, как это все выглядит. Только черно-белый. Ничего сюда сверхъестественного не добавляем. Как вы видите, все красиво изобразилось. Можно ее немножко сжать. Можно ее разжать. Ну, то есть, вот, например, эти линии. Я вообще их не особо планировала. Ну, вот, то есть, они могут там вот сюда уйти. Их можно более компактно все собрать. Просто повыше. И еще один пример. Давайте покажу с тенями. Чтобы было более понятно. Ну, потому что здесь мы сделали просто серым затемнение того, что у нас, ну, как бы, внутреннюю часть мы видим. А что делать, если вот нам нужно нарисовать какие-то тени? Сейчас я тоже симметрично нарисую через такую полубантовку. Так. Ну, не крупные складки. Вот. Ну, к примеру. Вот такая у нас с вами история. Сейчас мы этой истории с вами дадим контур. Наверх поддернем, что у нас здесь вкладочки. Спокойно. В данном случае они могут быть даже прямыми, без особых изгибов. Так. Вот такая штука у нас получилась. Нижнюю часть все равно сделать нужно. Никуда вы от этого не денетесь. Давайте покажу, как ее сделать абсолютно симметричной. Берем наш контур вот этот вот. Сейчас будет немножко слом мозгов, но попробуйте понять, что я делаю. Делаю замкнутый контур. И мне нужно вот эти куски, вот эти куски, сделать абсолютно правильно. Я их вот так вот закрашиваю. Да, смотрится очень грубо, непонятно. И что вообще такое я делаю. Но принципиально вот эти куски забрать, чтобы они у нас были точно совпадающие с тем, что наверху. Вот. Обязательно нахлёстом. Вот посмотрите, что у меня получилось. Вот такая вот штука. Вот эти куски мне нужны. Немножко смещу, чтобы был перехлёст хороший. Вот. Теперь я все это разрезаю и разгруппироваю. У меня получились отдельно вот эти кусочки, которые четко-четко повторяют то, что я сделала. Смотрите, абсолютно точное повторение моей линии. Нигде ничего не высвечивать, никакой на задний план, ничего убирать не нужно. Так можно сделать. Я хотела вам показать тени. А именно в этом аспекте я хотела показать вам тени. Значит, смотрите, что у нас будет теневое. Естественно, вот эта часть, она будет теневая. Вот здесь у нас с вами находится тень. У каждой складки вот она, вот наша тень с вами. Вот. Как эту тень можно нарисовать? Вот я её нарисовала контуром. Мы сделали её заливкой. Естественно, такая тёмная она не нужна. Её можно просто нарисовать с непрозрачностью. Если нужно, то можно потом сделать ещё размытие. То есть у складки, вот у неё вот эта часть, она будет теневая. Вот так вот на все складочки, особенно когда плесе, садитесь, включаете интересную аудиокнижку и рисуете складочки. К сожалению, пока я не придумала, как это сделать с автоматом. Ну, я не видела никаких даже плагинов «Рисуем плесе автоматом», честно. Бывают интересные плагины для иллюстратора. Пока не видела для плесе ничего. Так что вот так, вот так и вот так. А вот то, что у нас с вами получилось. То есть это вот уже проработка складок, линия и пятно. То есть это вот пятновые истории, это линеарные. Вот смотрите. Может показаться, что жестковато. В этом случае можно сделать дополнительное размытие. Жесткость складки, опять же, будет зависеть от того, какая ткань. Если это будет бархат, то там будет вообще такое размытие, перелив. Шелк тоже всегда будет с размытием. Вот смотрите, я включаю размытие. И те же мои складочки становятся более мягкими. Видите? Программа, ей, правда, тяжеловато с этим жить. Но так тоже можно сделать. Вот так у нас. Давайте прям покажу, чтобы было более наглядно, что дает размытие. Вот эти вот складки, их можно сделать максимально мягкими. Но можно еще добавить размытие по гауссу. Таким образом она будет прям вообще такая вот вся из себя размыто приятная. То есть такой эффект в иллюстраторе тоже можно добиться. Иллюстратор это не всегда там четкая линия, 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 пятно, пятно, пятно. Можно добиться и размытости. Но размытости нужно добиваться для определенных целей, если, например, у нас какие-то шелковарки и так далее. А вот таким образом основные приемы по рисуночку я вам показала. Они действительно классные, действительно интересные. Попробуйте сами нарисовать. Но все достаточно просто. Да, возможно, у меня оно как-то чуть лучше получается просто за счет практики. У вас тоже обязательно получится. Попробуйте сядьте и нарисуйте это карандашом на бумаге. Вот то, что я сейчас нарисовала. Просто взять карандаш и просто нарисовать. А уже потом перенести на компьютер. Потому что я перед тем, как рисую на компьютере, тоже еще дополнительно прорисовываю от руки. Для того, чтобы понимать, что я буду рисовать, не забываться и так далее. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Буду всегда им рада. И обязательно беру на вооружение как идеи для следующих видео. Потому что мне интереснее снимать то, что полезно вам. То, что вас интересует и что вам нужно для работы. Ну и, конечно, свои идеи тоже я вам всегда показываю. На этом все. Не забывайте подписаться на канал. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.